Великобританию смело можно назвать культурным центром всех областей. Здесь зарождались и шедевры литературы, и музыки, и безусловно кинематографа. В Англии был написан, а позже и снят, всеми любимый Гарри Поттер, а также Шерлок, и другие не менее обожаемые фанатами сериалы и фильмы. Предлагаем вам отправиться в путешествие по местам съемок культовых фильмов и сериалов. Сериал Шерлок Несмотря на то, что адресом литературного персонажа, известного во всем мире детектива Шерлока Холмса, является реальный адрес в Лондоне, Бейкер-стрит 221-Б, где находится музей, посвященный Шерлоку, канал BBC решил проводить съемки в другом месте. Связано это с тем, что довольно оживленную улицу Бейкер было бы проблематично закрыть для прохода, а потому была выбрана менее примечательная среди туристов улочка. Там были заменены уличные указатели, а номер на двери привели в соответствие с оригиналом. Ресторан Тапас Брендиса в Сохо на Бродвиг-стрит 46 – еще одно место проведения съемок. Там была снята серия «Этюд в розовых тонах», где главный герой и Джон находились в засаде с целью выследить кабмена. «Cabman» в переводе с английского «водитель такси», а как можно догадаться по названию ресторана, там готовят тапас и отменный. Он считается чуть ли не лучшим в Лондоне. Сцена, где Шерлок сражается с Мариарти, снималась с крыши госпиталя Святого Варфоломея. В сериале здание казалось достаточно высоким, но на деле оно насчитывает только четыре этажа. Сама больница является старейшей в стране. Она была основана в XII веке, и с тех пор ее назначения и местоположения не менялись. Гарри Поттер Одним из наиболее популярных мест в Лондоне, куда тянет поклонников волшебника Гарри, столичный вокзал Кингс Кросс. Грех не попытать удачу и не попробовать отыскать заколдованную платформу 9,75. В своих путешествиях по Англии я неоднократно бывал на этом вокзале. Также неоднократно показывал эту платформу в своих видеороликах. Но в видеоролике на канале Smaps Education про Оксфордский университет я ночевал в корпусе Кристи, где снимали ту самую знаменитую столовую Хогвартса. Но вернемся к вокзалу Кингс Кросс. Само здание насчитывает более 160 лет. Но на протяжении всего этого времени ему удается сохранить свой первозданный вид. Но нововведения, конечно, тоже бывают. Так, в случае с платформой 9,75 после выхода книги она в самом деле здесь появилась. А вместе с ней и кусок тележки Гарри. И клетки с буклей. Кстати, реально же съемки проходили вовсе не между платформами 9 и 10, а между 3 и 4. В библиотеке Оксфордского университета было отснято больничное крыло из первого фильма. И сцена, как профессор Мак Гонагалл, учит студентов танцевать в фильме «Гарри Поттер» и «Кубок огня». В Оксфорде вообще любят Гарри Поттера. На витринах местных магазинов вы можете даже случайно обнаружить летающую метлу «Нимбус-2000». Также метла и различные колдовские штучки продаются в городе Йорк. Для этого вам надо отправиться на одну из старейших улиц Великобритании. Для этого посмотрите мой видеоролик про школу королевы Эттелбурги. Едем дальше. Фантастические твари и где они обитают. Съемки спин-оффа к фильму по большей части проходили в студии. Но все же команда столкнулась с задачей показать зрителю Нью-Йорк 20-х годов. Тогда было принято решение задействовать в съемках город Ливерпуль. Продюсер фильма Дэвид Хайман объяснил, что в детстве много времени он проводил в Ливерпуле, поскольку его мама родом из этого города. По мнению Дэвида, архитектура Ливерпуля отлично подходит для того, чтобы показать Нью-Йорк тех годов. Король говорит. Исторический фильм Тома Хупера поставил перед собой сложную задачу. Представить зрителям атмосферу Англии 30-х годов 20-го века. В качестве места съемок был выбран Ильский собор в городе Илли. По фильму, однако, это восьминстерское аббатство. И сперва съемки должны были проводиться именно там. Но власти не дали на это разрешение, поскольку не хотели перекрывать его для туристов даже на пару дней. Собор, кстати, пользуется популярностью не только у кинематографистов. Он красуется на обложке альбома Pink Floyd, The Division Bell и в романе Пирса, Том и Полночный сад. Собор принял участие не только в съемках фильма Король говорит, но и в съемках таких кинокартин, как Золотой век, еще одна из рода Болейн, Восхождение Юпитер, Чудо-женщина. Немало сцен фильма были сняты в Италии, но в Великобритании они тоже снимались на разных локациях. Так, например, лес Бонн-Вуд в принципе является одним из самых любимых мест создателя кино. В фильме Чудо-женщина героиня в этом лесу борется с союзниками. Кстати, экологи стали бояться за сохранность леса, а потому для кинокомпании были введены ограничения. Съемки возможны только в определенные 6 месяцев, а ночные сцены и вовсе всего 7 дней в году. На знаменитой Трафальгайской площади тоже проходили съемки. Это место послужило фильму сценой возвращения с войны. Союзники Сценарист Стивен Найт Впервые услышав рассказ о двух агентах под прикрытием, влюбившихся друг в друга в период Второй мировой, понял, что эта история одна из тех, что становятся незабываемыми. Именно эта идея о том, как возлюбленные разрываются между чувствами и верностью своей стране, послужила точкой отчета для нового сценария Найта. Главные герои фильма, которых сыграли Брэд Питт и Марион Котиар, в одной из своих сцен отправляются на пикник Хамстед Хит в Лондоне. Этот парк является не только самым обширным парком на территории Большого Лондона, но и одной из самых высоких точек города. Законом запрещается любое строительство, которое загораживало бы вид на город с парламентского холма. Изгой 1. Звездные войны. Историй. Не все поклонники саги о Звездных войнах знают, что одна линия лондонского метро имеет с ней связь, а именно Джубили Лайн. В спин-оффе режиссера Брита Гаррета можно увидеть станцию Кеннери-Уорф. Узнать ее, конечно, нелегко, ведь в фильме станция была представлена как орбитальная боевая станция «Звезда смерти». Кеннери-Уорф – один из самых крупных деловых центров Лондона. Находится он рядом со знаменитой O2-ареной в Северном Гринвиче, представляющей собой и крытый стадион в центре развлекательного комплекса. Она вмещает до 23 тысяч зрителей, а на его территории проходят музыкальные концерты, спортивные мероприятия и развлекательные мероприятия, вроде юмористических шоу. Отдельно про бизнес-кварталы и небоскребы Лондона вы можете посмотреть в моем видеоролике «Лондон. Город будущего». Сериал «Аббатство Даунтон». Действие сериала происходит в вымышленном загородном поместье Даунтон-Эбби. Съемки же проходили на территории замка Хайклер, который является родовым гнездом графов Карнаронов. С 1679 года. История семьи Карнарронов интересна и захватывающа. И она, в том числе, послужила вдохновением для некоторых из сюжетных линий. Пятый граф семейства был увлечен археологией, в результате чего провел несколько лет в Египте. И гробницы Тутанхамона обнаружил именно он. До этого он, однако, потратил все свои деньги, а потом и вовсе скончался от лихорадки. В момент, когда он умер, в загадочном замке погас свет, а также ушла в мир иной его любимая собака. В сериале также иногда происходят отсылки к археологии. В интерьере присутствуют древние египетские статуэтки, а у лорда также имеется любимая собака. Замок Хайклер уже использовался в съемках и ранее. Здесь были сняты некоторые серии Дживс и Вустер. Сериал «Благие знамения». Британский американский мини-сериал по роману Терри Пратчетта и Нила Геймана вышел на экраны совсем недавно, в 2019 году. В сериале было запечатлено множество лондонских локаций, а один из самых известных кадров сериала произошел в небоскребе «Продгейт Тауэр» напротив станции метро «Ливерпуль Стрит» в Лондоне. Это молодое здание. Оно было построено в период с 2005 по 2008 год. В феврале 2005 года дочерняя компания «Бритиш Лэнд» подала в лондонский сити заявку на сооружение двух зданий с 33 и 13 этажей. Здание было также задействовано в съемках фильма о Джеймзе Бонде, чтобы показать шанхайский небоскреб. Hetfield House – маленькая киностудия Англии. Не менее 30 известных фильмов были сняты здесь, среди которых «Бэтмен», «Влюбленный Шекспир», «Сонная лощина», «Лара Крофт, расхитительница гробниц», «Чарли» и «Шоколадная фабрика», тот же «Гарри Поттер», «Шерлок Холмс», «Союзники» и «Король говорит», о которых мы уже упомянули ранее. Усадьба на протяжении последних четырех веков является фамильным гнездом графов и маркизов Солсбори семейства Сесилов. Это более значимый их сохранившийся до наших времен пример Яковианской резиденции аристократов. Парадные здесь украшены картинами известных во всем мире художников, а также старинной мебелью и гобеленами. На полках библиотеки усадьбы стоят вдоль стены около 10 тысяч кнек, которые датируются серединой 16 века и по сегодняшний день. Если вам понравился данный видеоролик, не забудьте поставить ему лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски.